Всех приветствую, меня зовут Мила Венецианская, я профессиональный астролог и консультант лаборатории жизни. Сегодня мы с вами поговорим про осеннее равноденствие. В этот раз оно 22 сентября, солнце переходит из знака Девы в знак весов. Что же это значит? Вновь мир разворачивается, тенденции разворачиваются от самостоятельности, пока солнце идёт по Деве. Всё-таки энергии общие в мире, про то, чтобы самостоятельно что-то делать, брать на себя больше ответственности, отвечать за то, что мы делаем, за свои поступки и быть в этом в одиночку. Так вот, когда солнце переходит в знак весов, конечно же, тут начинается очень интересное время партнёрства, взаимодействия. Да, уже ближе к осени, да, уже вроде бы лето закончилось, и какая же там романтика. А нет, весы всё-таки говорят про то, что можно создавать новые союзы, знакомиться с новыми людьми. Как будто бы между людьми истончается эта стена, которая у нас была последний или предыдущий месяц, пока Девы были на небосводе, солнце шло по этому знаку зодиака. Поэтому к весам мы с вами подходим очень мягко, плавно и переходим в позицию чуть большей открытости, чуть большему вниманию, предложениям людей со стороны. И если у вас что-то будут чаще спрашивать или у вас появится такая потребность, то есть имеем в виду, что это как один из способов взаимодействия с другими людьми. И это как раз вот эта внутренняя определённая открытость. Даже те люди, которые очень закрыты сами по себе и с очень жёсткими социальными границами нет-нет, да и в течение конца сентября, начала октября всё-таки где-то будут более открытыми и лояльными к общению. Поэтому, начиная с 22 сентября, мы можем говорить про то, что какие-то новые договорённости, лояльность к другим людям, действительно возможность договориться, она будет для нас более доступной, что ли. Проще найти баланс, компромисс в каких-то делах, и это очень важный момент. Да, когда 22 сентября Солнце переходит в знак весов, оно будет всё ещё, там, остатки оппозиции с Нептуном, поэтому обмануться, там, действительно будет такая возможность. Но за счёт дополнительных гармоничных моментов и за счёт того, что диспозитор, Солнце, Венера будет напряжённым асфекцией с Плутоном, а это сейчас прям радость для астрологов, но что она говорит для тех, кто ничего не понимает в астрологии. Поэтому ничего не понимаете в астрологии, пропустите X3 или просто перемотку. Нажмите, ну а те, кто любят послушать как раз про планеты, рассказываю, откуда что я беру. Поэтому, когда вы оцениваете, расцениваете, с каким предложением заходить в партнёрство или как оценить, на что опираться, когда вам что-то предложили по взаимодействию с другими людьми, обязательно опирайтесь на выгоду. Вот Венера, спадаясь с Плутоном, она никогда не будет делать просто так что-то или при необозначенных, невыясненных обстоятельствах по поводу финансов. Финансы, сколько делать за то, чтобы заработать, сколько вам обещают. То есть всё чётко должно быть продумано. И ещё очень важный момент. У нас в этот период может действительно, опять же, этот период 22 сентября и до конца сентября, начало октября. Так вот, в этот период у нас может возникать состояние ревности, состояние зависти к другим и к тому, что у других получается. Я бы рекомендовала перевернуть ревность и зависть в более продуктивное качество. А как у него это получилось? Или а как она смогла это сделать? И добрать вот этого состояния «я поучусь, я выясню все обстоятельства», а какую цену человеку пришлось заплатить за то, что он имеет. И вот в таком случае у нас действительно какие-то наши внутренние стремления «чего хочу и сколько готов платить», а весы — это всегда про баланс, да, вложенные усилия, полученный результат. Так вот, в этом балансе мы действительно будем успешны. Осеннее равноденствие, оно стремится нам дать возможность найти себя, себя уравновесить, сбалансировать, ну и с другими тоже повзаимодействовать на более продуктивных условиях. Узнать, насколько вы в контакте с энергиями планет, поможет наш тест, который можно пройти по ссылке под этим видео. Ну а если вы хотите получить полноценную консультацию по поводу ваших талантов, возможностей, ресурсов, либо разобраться, почему не получается то или иное в вашей жизни, все это мы сможем сделать на консультации, вы получите все ответы на те вопросы, которые вас давно мучили, но вы так и не могли найти тот источник информации, который вам поможет в решении того, что не получается. Добро пожаловать на консультацию, записаться можно по ссылке под этим видео.